Привет! Сегодня хочу показать свой чудо-рюкзачок. Рюкзак с инструментом для обслуживания, пусконаладки, ремонта, кип. Рюкзачок я себе выбрал икеевский. Он состоит из двух частей. У него есть отстегивающаяся часть, имеющая свои лямки. Поэтому, если объем работ предвидится незначительно, в принципе, все умещается у него. Итак, начнем. Под руками у меня в первую очередь очки для защиты глаз. Далее. Токовый клещ и мультиметр компании FLIR DCM83. Токовый клещ и 600 А берут по стоянку переменку. Тру-РМС позволяет определять порядок чередования фаз, позволяет определять наличие гармонических составляющих и делать анализ до 25-й гармоники. Позволяет измерять пусковые доки двигателей и других аппаратов. Позволяет работать с вторичными выходными цепями частотных преобразователей. Имеет встроенный фильтр низких частот. Имеет отличную подсветку. Хороший экран. Позволяет измерять мощность. Достаточно яркая подсветка. Есть детектор бесконтактное наличие напряжения. Есть фонарь. Достаточно удобные, классные клещи. Также есть функция Bluetooth для соединения с устройством Android, где можно записать лог, вывести в формате CSV. Режимы держания, пиковые значения. В общем, классная штука, мне нравится. Далее. Щупы. Щупы у меня силиконовые. Родные с клещами идут тоже силиконовые. Но я здесь пользуюсь щупами от мультиметра Charinero MTX3281. Здесь шикарные силиконовые щупы. Плюс фишка в том, что здесь съемные сами наконечники щупов. Основная часть. Скажу так, основные щупы это 4. Но есть к нему дополнительные комплекты щупов, прокалыватели и так далее. Они немножко дальше не запрятаны. До этого доедем. Далее. Фонарик налобный. Говорить тут не о чем. Далее. Вот такая вот сумочка, что ли, с инструментом. Здесь инструмента, в принципе, хватает практически на все случаи жизни. Нарезанная наждачная бумага. Кусачки. Шприц с циатимом 201 смазка. Теплопроводящая паста. Набор ключей шестигранников. Достаточно, в принципе. До... Вот такого одному раз головы хватает. В крайне легких случаях необходимо там что-то еще. Маркер. Изолента. Фиксатор резьбы. Штука специфическая. Применяется для фиксирования винтовых соединений, винтовых и болтовых. Чтобы самопроизвольно не откручивалась. Не всегда используется, не везде. Но есть моменты, когда, допустим, прикручивается энкодер непосредственно винтом к валу двигателя. Для того, чтобы винт не выкручивался в процессе работы. Вот ставится на вот такую вот штуку. Куплено там в каком-то авиамодельном магазинчике. Проблее 300, что ли. Вот так. Это набор обжимных матриц для кримбера. Значит, здесь для неизолированных клемм 63 миллиметра. И неизолированных кабельных наконечников. Особая любовь у меня к вот этой отвертке. Куплено в обе. Чуть рублей 70-80 стоит. С виду такая неказистая. Чистая, больше похожа на советскую, но фигурная. И плоская отвертка. На удивление, очень приличное железо. Отвертка не слизывается. И достаточно удобная. И компактная. Обычная отвертка, плоская. Большинство винтовых соединений в электрощитах, в щитах автоматики. В принципе, как бы ходовая отверточка. Отвертка для клемм 2,5 миллиметра. Ну, типа, ВДУ 2,5 миллиметра. Отверточка электроизолированная. Тоже наткнулся в одном из электротехнических магазинов. Подкупила она размером ручки. Маленькая, спокойно обещается вот в таком наборе. Так, это обычные клеммные соединители. Так, поскольку, поскольку, несколько штук валяется. На всякий случай, про запас. Далее, отвертка фигурная, миниатюрная. Не очень часто, но требуется. Раздвижной ключ до 20. В принципе, хватает практически на все. В работе КИПа особой потребности в горячных ключах нет. Надфель. И еще. Два крючка дозальных. Появились они в этой сумочке, благодаря тому, что попалась мне установка, где много разъемных соединений. Американская установка, там, гидромассажная. И приходится вынимать клеммы из колодок, для того, чтобы снимать стопоры, грубо говоря, подгибать их. Вот, применяю крючки, потому что, ни чем другим туда нормально добраться невозможно. Далее. Утконосы. Утконосы это Проскет ПМ-909. Скажу честно, я разочарован в их рукоятках. Сделали бы они немножко их качественнее, цены бы не было. Фишка их в том, что тонкие губки на конце. Еще насечка. Здесь диагональная сделана. Это позволяет зацепиться практически во всех направлениях, если что-то необходимо. Ну и полукруглые. Скажем так, если что-то завернуть на полукруг, если можно провод зажать под винт без обжима, там, допустим, одножильный какой-то, то достаточно удобно. Далее. Индикатор напряжения с неоновой лампочкой. ИНН-1, по-моему. От 900 до 500 Вольт. Да, ИНН-1. Собственно, изделие сертифицировано, в отличие от китайских отверток. Да. Отвертка фигурная средняя. Дальше. Две кисточки. Одна кисточка, одна щетка зубная. Не очень часто, ну, быстрее хнуть там или где-то что-то подчистить. Бывает нужно. Не часто. Далее. Фонарь с индикатором напряжения ВП-52 от FLIR. Достаточно яркий фонарик. Водонепроницаемая конструкция. Индикатор напряжения с вибромоторчиком. Тоже есть небольшая подсветка возле чувствительного элемента. Двухрежимный. Вот это режим высокой чувствительности. Видно, он уже начал свистеть. Но здесь электромагнитная обстановка такая. Здесь нет защитного заземления. Есть все устройства. Много импульсных источников питания. Поэтому свистит в помещение, где стыд оборудование. Как правило, оно себя ведет адекватно. Далее. Здесь вот у меня на карбинчике. Сет. Вот такой вот ключ. От замков электрощитов здесь треугольный. Маленький квадрат. Большой квадрат. Ну и собственно стандартно. Под стандартные замки. Набор. Стяжка. Далее. Анимометр. С крючаткой. Дешевый китайский. В принципе, мне как бы измерительный прибор в этом случае не нужен. Потому что вентиляцией я занимаюсь особо в части автоматики. И расходы это уже не моя проблема. Мне необходимо просто понимать, что происходит. В принципе, этого достаточно. Конечно, планируется в дальнейшем взять что-нибудь типа теста и, скорее всего, это даже будет термоанимометр. Далее. Это диффиненциальный манометр теста 510. Применяется для проверки датчиков и ролей перепада давлений на воздухотехнике. Он до 2-х каких-то паскалей, по-моему, или до 5. Ну, в принципе, для определения состояния фильтров и адекватности отработки датчиков, у него достаточно. Также здесь есть внутренняя часть сеточки. Здесь у меня лежит текстная батарейка и силиконовые шланги для диффиненциального маномера. Далее. У меня зарядная USB для зарядки мобильного телефона. Всякое такое. Так. Еще. Еще у меня здесь есть... Так. Мои удостоверения. Допуски на знания техники безопасности для работы на электроустановках и стекловыми установками. Дальше. Набор головок. Трещотка. Удлинитель. И карданчик небольшой. Для труднодоступных мест. С этим отделением вроде все. Ручка. Далее идет отделение для ноутбука, для документации различной схемы. Ноутбуки сейчас вытащил. Дочка смотрит мультики. Дальше. Вот такое вот приспособление. Собственно. Обрезок легкой ткани. Для проверки вентиляционных решеток на высоте. Чтобы не пользоваться ни лестницами, ни табуретками, ни чем. В принципе, длина, по-моему, метр десять. Далее. Это штука может быть отстегнута. Вот таким вот образом. Вот здесь есть лямки дополнительные. В принципе, такой вот. Маленький компактный рюкзачок. Так. Дальше. Блокнот, ручка. Быстрый доступ. Здесь у меня находятся перчатки и салфетки. Также иногда бахивые, если поработал медучреждения. Самое основное. Здесь у меня. Здесь у меня находится следующее. Универсальное зарядное устройство. Intel Charger i4. Второй версии. заряжает аккумуляторы литий-ионные, никель-металл-гидридные. Она сама понимает, какой тип аккумулятора вставлен. И, соответственно, выбирает режим зарядки. Аккумуляторы для налобного фонарика. Далее. Мы видим мобильный аккумулятор. Battery Bank для зарядки различных портативных устройств, если они привязаны к розетке. Это, соответственно, кабель microUSB, OTG кабель для подключения тепловизора к мобильному телефону. Дальше. Здесь у меня набор проводов и кабелей. Это специальный провод для соединения с частотными преобразователями Unidrive. Это USB-A и USB-B. Это RU45 обычный патч-порт. И вот это переходник USB-RES-232. То есть USB-компорт. Это кабель для зарядного для подключения к сети. Здесь у меня канифоль, пропитанная глицериново-водной смесью губка целлюлозная, набор жалт и провод облетка для демонтажа на крикод. Так. Это у меня и не выложил еще два энкодера. Я говорил о жидкости для фиксации резьбы. Сюда капается и прикручивается непосредственно. Это преобразователь, нормирующий преобразователь для термопарк. Так. Обжимки. Под коннектор и БЛС. Ой. Ферим. Аккумуляторы. 3А для токовых клещей и для детектора напряжения. Здесь у меня кабельный тестер. Китайский. Позволяет тестировать коннекторы. Средиод 45. БНЦ. Позволяет проверку патчкордов проводить. В принципе, работает следующим образом. Включаем. Вставляем. коннектор. Лайермап. И тест. Локал фаунд. Здесь, где-то. Потом показал ошибку. Не точно вставил я. 2, 3, 4. Да. Вот он показал мапфейл. Что-то здесь с этим кабелем не так. Надо разбираться. А. Да. Здесь он не отсутствует. Просто типа отсутствует. Также здесь присутствует удаленный wiremap. Его можно подцепить на длинной линии на другом конце. Так. Mine. Таким вот образом. Wiremap testing. Remote found. Вот таких вот штук у меня в комплекте идет 8. Но с собой я нашел одну, потому что задачи не часто ставятся для таких вот дел. Дальше. Здесь же идет приемник для поиска трасс. Батарейку я отсоединяю, дабы исключить возможность сложного включения не санкционированного, потому что кнопочка нажимается достаточно легко. Тоже есть фонарик. И работает это следующим образом. подключается к генератору сигнала. Прибор переводится в режим сканирования. Ну, тут различные разъемы можно подключить. Я использую BNC-коннектор, потому что у меня есть готовый кабель с крокодилами. и достаточно удобно, когда проводов там разные кабели не маркированы для поиска. В принципе, очень удобно. как в комплекте наушники и будут еще там какие-то щиты, кабеля. Далее. это у меня тепловизор. Это по большому счету вторые глаза. Позволяет увидеть все проблемы, связанные с плохими контактами, в силовых цепях с подгораниями, с аномальными нагревами. Скажем так, видит все, что невозможно увидеть обычным глазом. Помогает неоценимо. Ну, сказать, что это панацея от всех болячек нет, но в большом количестве случаев вещь незаменимая. Далее. Контактный термометр теста. Где есть сомнения с тепловизором, это полированные какие-то поверхности и так далее. Фишка в том, что здесь термопара сделана путем перекрещивания полосок и в месте перекрещивания получается такой подпружиненный контакт. Достаточно компактный и удобный приправ. Так. Паяльник. Паяльник у меня термостабилизированный с цифровым управлением, с керамическим нагревателем, сменные жало 900 старые типовые жала, которые идут на обычные типовые китайские паяльные станции. То есть они недорогие, как грязь, греется моментально, температуру держат, мощность 90 Ватт позволяет даже облуживать достаточно большие сечения проводов. Гибкий, силиконовый, может и не силиконовый, но кабель достаточно гибкий, и это равен. Так. Вот здесь у меня дополнительные щупы, дополнительные наконечники для измерительных щупов. Собственно, что я имею здесь? начну с такого момента. Похоже на осциллографический захват насадки, которые идут к щупам осциллографа. На свободный конец где-то отсутствует изоляция, можно подцепиться и освободить руку. Дальше. прокалыватель. Одевается прямо на изоляцию проводов. есть небольшая иголочка, которая прокалывает изоляцию и, в принципе, не повреждает провод относительно. То есть, место прокола крайне малозаметное. Ну, в изолированном крокодиле говорить нечем. Так. И вот такие вот щупы это иглы. Позволяет залезть в тонкие отверстия. это клеммы, там, возможно, какие-то разъемы. Либо же, если измерения проводятся на печатных платах, там, где есть лаковое покрытие защитное, тоже прокалывает. Очень удобная штука. Так. Далее. Здесь у меня две вот такие вот коробочки. В одной коробочке у меня находится набор предохранителей и различные метизы, гайки, шайбы, гравера, там, шурупчики, такой вот, мелочок. здесь у меня такая же коробочка, но здесь целый клондайк, здесь всевозможные клеммы, кабельные наконечники, трубчатые, соединители под обжим, достаточно большая здесь номенклатура, не знаю, вот эта вот коробочка, наверное, совмещает процентов 70, наверное, различных применяемых при электромонтаже зажимов, коннекторов, там, всякое такое безобразие. Вот как-то так. Далее. вот здесь у меня находится оптический тахометр, китайчик, литий-ионная батарея, именно батарея аккумуляторная, о нем говорить много не стоит, для проверки оборотов вращения электродвигателя. Здесь тоже соединительные провода, коннектор, далее, вот здесь у меня находится еще один прибор теста, это термогигрометр для измерения температуры влажности в помещении, тоже необходимо для исследования условий эксплуатации оборудования, потому что часто происходит, что-то перегревается, что-то начинает окисляться, то есть заказчику необходимо дать рекомендации, скажем так, все свои рекомендации подтверждаю, стараюсь подтвердить инструментальными методами. Дальше набор отверток ключей торпс, отвертка, короткая, фигурная плоская, бывают места, куда залезть крайне проблематично, редко, но попадается. Далее, преобразователь USB-RS 485, овиновский, купил только из-за того, что он оптоизолированный, и под рукой ничего более компактного не наблюдалось, ездить по городу искать, это все дело почему-то мне обламывало. Попадется что-нибудь покомпактнее, обязательно возьму. Так, здесь трубный ключ, на всякий случай, бывает там по месту то ли фильтр прочистить, то ли еще что-то на турбопроводе, чтобы не сэкономить время, иногда такую работу могу выполнить сам, с меня как бы не угодит. Радиальный обжимик под трубчатые кабельные наконечники, съемник изоляции, качество так себе, за свои деньги вполне достойная вещь, не книпекс, собственно говоря, я не занимаюсь электромонтажом, который требует работы на износ инструмента, единственное, плюшка это то, что ограничитель фиксируется на винт, в отличие от остальных, которых сугубо говоря, пластиковый фиксатор идет, и он не всегда надежно держит, бывает, сбивается эта настройка, держит винтиком зажав и спокойно себе может работать не парить, единственный минус, что обычно здесь наносят еще линейку для выставления длины съема изоляции, здесь такой линейки почему-то нет, недостаток, но не критичный, так, и вот такой вот кримпер со съемными матрицами, я показывал ранее, здесь установлена сейчас матрица для обжима изолированных кабельных наконечников, вот таким вот инструментиком, вот таким вот практически я пользуюсь в своей работе, конечно, повесу это не маленькое, беру я все с собой только на объекты, которые попадаются мне впервые, где я еще не ориентируюсь в наборе инструментов, которые мне может пригодиться, вот, здесь собран как бы универсальный инструмент, обычно это все укладывается вот в эту часть у бизачка, сюда даже тепловизор помещается замечательно, вот, и ничем себе не отличаюсь от типового ужасного работника, спокойно выезжаю на объект и зарабатываю денежку. Всем спасибо, работайте хорошо, качественно, добра и бабла! Субтитры сделал DimaTorzok